В эфире iNews в студии Андрей Соколов. В ближайшие минуты самые интересные новости из мира науки и IT-индустрии. Количество киберпреступлений в России выросло в шесть раз за последние четыре года. Об этом рассказал генеральный прокурор нашей страны Юрий Чайко. Так, если в 2013 году было совершено 11 тысяч правонарушений с использованием интернета и коммуникационных устройств, то в 2016 показатель составил уже 66 тысяч преступлений. Все большую популярность приобретают кибермошенничество, информационные блокады и шпионаж. В качестве профилактики данных правонарушений специалисты рекомендуют своевременно обновлять операционную систему, использовать антивирусные программное обеспечение, не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать в пиратский софт, так как в него может быть зашит вирус или другая вредоносная программа. Также значительное число преступлений в интернете связано с оборотом наркотических средств. Распространители психотропных веществ используют всемирную паутину как бесконтактный способ сбыта. Облюбовали интернет и сторонники экстремистских идей. Как отметил Юрий Чайко, в этом году рост количества киберпреступлений продолжится. С начала года уже выявлено 40 тысяч, а впереди еще 4 месяца. Игроки Xbox и PlayStation смогут сражаться друг против друга. Такую возможность сейчас обсуждают Microsoft и Sony. Об этом сообщил глава по маркетингу Xbox Аарон Гринберг. Популярная игра конструктор Minecraft будет поддерживать кроссплатформенный режим. Играть вместе смогут пользователей Xbox, Nintendo Switch и персональных компьютеров. Аналогичной функциональностью обзаведутся и футбольные гонки Rocket League. Sony на инициативу Microsoft пока никак не отвечает. Нежелание компании каким-либо образом сопрягать свои продукты с другими аналитики в первую очередь связывают со стремлением защитить свой бизнес, сохранить эксклюзивность контента, пусть и ценой интересов пользователей. При этом стоит отметить, что большая часть заметных игр поддерживается как приставкой PlayStation, так и консолью Xbox. И если Microsoft понимает, что введение кроссплатформенного режима лишь добавит им очков и подстегнет интерес игроков, то Sony пока как баба яга против. Но на самом деле, почему бы не ввести совместный режим в тех играх, что есть и на других платформах? Ведь собственные эксклюзивы при этом никуда не денутся. На этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира науки и IT-индустрии. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи.